Далее, помимо того, что мы можем сортировать, группировать спецификацию, помимо этого мы можем в фильтрах убирать какие-то лишние элементы. Для этого мы также можем выбирать определенные параметры и на основе значения этих параметров мы можем какие-то элементы скрывать. Что здесь можно скрыть? Допустим, те элементы, у которых нет параметра имя системы, у которых оно пустое. Вот эти элементы я просто скрою. Каким образом это сделать? Я выбираю в фильтрах параметр имя системы и выбираю равно пустое значение. Нажимаю ОК. Так, извиняюсь, что-то не получается. Давайте попробуем больше. Да, вот. Соответственно, сейчас у меня все элементы с пустым значением имени системы у меня скрылись и остались только те, у которых имя системы есть. В спецификациях есть очень хорошая особенность. Это при выделении какого-то элементов в спецификации появляется кнопка «Выделить в модели». Соответственно, если я нажимаю на эту кнопку, ну, давайте вот я выбираю вот этот клапан, нажимаю «Выделить в модели» и Revit у меня начинает искать подходящие виды, на которых этот элемент размещается, на которых он виден. Я могу дальше нажимать кнопку «Показать», и он у меня будет вот так вот переключать каждый вид, пока я не найду подходящий. Вот, допустим, на 3D-виде хорошо видно, я могу здесь остановиться. Нажимаю «Закрыть». И, соответственно, вот он мой этот клапан, который размещался в «Ведомости». Для удобства в дальнейшем я, допустим, могу его подрезать рамкой выбора, чтобы у меня остальные элементы у меня не показывались, а отображался только этот клапан. Вот такая вот подрезочка. Все отлично, можно удобно посмотреть, где он размещен, этот клапан, его какие-то параметры, характеристики и так далее. Возвращаемся обратно к нашей таблице.